От стратегии к тактике в Ленинском мемориале состоялся форум солидарных муниципалитетов. Программа мероприятия была более чем насыщенной. Дискуссионные площадки, посвященные развитию сельской местности, стратегические сессии и пленарное заседание. На форуме обсудили и самое главное политическое событие этой весны – инвестиционное послание губернатора. В нем глава региона обозначил приоритетные задачи для развития нашей области. В ближайшее время необходимо привлечь как можно больше инвестиций. Так называемый потолок 100 миллиардов рублей должен быть преодолен. Важное – развитие государственно-частного партнерства. Об инвестициях в культуру, здравоохранение и образование тоже не забыли. Заветный документ Сергей Морозов вручил Александру Смекалину. Нам необходимо будет осваивать новую систему мер государственной поддержки, такие как СПИК-2.0, такие как новые инвестиционные налоговые кредиты и многое другое. Это то, чем мы будем заниматься в течение этого года, что должны будем оформить с точки зрения правовых механизмов. Надеюсь, депутатский корпус нас также в этом поддержит. Также председатель правительства подписал ряд социально-экономических соглашений с главами 24 муниципалитетов. Главы города Димитра Авграда Алексей Рашидович Гадальшин. Возвращаясь к теме форума, стоит упомянуть о его пользе для местных коммерсантов. Руслан Ильясов, руководитель деловой России, мероприятием доволен. Форум оказался интересным для бизнесменов, потому что на нем можно было обсудить насущные вопросы. Это поддержка предпринимателей, субсидии в виде финансовых инструментов различных. Это гранты всевозможные, это субсидии, это, я повторюсь, залоги. И, соответственно, по большому счету, вот эти свободные экономические зоны, которые позволяют им спокойно стартовать. На первом этаже мемориала расположилось несколько деловых площадок. Выставка национальной цели и стратегические задачи, экспертная сессия о зеленом векторе экономического развития и круглый стол, посвященный цифровым технологиям. Виктория Черкова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.